Здравствуйте! В эфире программа МВД России по Амурской области «Разглашению подлежит». В этом выпуске программы мы расскажем о задержании подозреваемых в совершении двойного убийства в Севершевском районе, раскрытии разбоев в Белогорске, а также ежегодных акциях МВД России «Полицейский Дед Мороз» и «Студенческий десант». В начале января в поселке Серышево совершено особо тяжкое преступление. В частном доме обнаружены тела двух пожилых людей с признаками насильственной смерти. Сутки потребовались оперативникам уголовного розыска и следователям для того, чтобы раскрыть убийство и задержать подозреваемых. Сотрудники управления уголовного розыска совместно с оперативниками из ОМВД России по Серышевскому району задержали двух местных жителей по подозрению в убийстве пожилой пары. 10 января в частном доме поселка Серышево обнаружены тела двух пенсионеров с признаками насильственной смерти. Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 105 Уголовного кодекса Российской Федерации. С целью оказания помощи коллегам в его раскрытии в Серышевский район выехали сотрудники областного управления уголовного розыска во главе с заместителем начальника ОМВД начальником полиции Виктора Марченко. Полицейские опросили десятки возможных свидетелей, осуществили иные оперативно-розыскные мероприятия. В результате грамотной профессиональной работы сыщиков и следователей задержаны двое подозреваемых, ранее судимые местные жители. Проводится расследование. В Белогорске полицейские по горячим следам раскрыли вооруженный разбой. Злоумышленник в черной медицинской маске с обрезом ружья зашел в один из магазинов города. Выстрелив вверх, он потребовал у продавца деньги из кассы. Работник магазина выполнила требования мужчины и отдала ему около трех тысяч рублей. После этого злоумышленник скрылся. По данному факту возбуждено уголовное дело. В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативники установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый за аналогичное преступление местный житель, 1995 года рождения. Мужчину задержали. Изъято предполагаемое орудие преступления. Мужчину задержали. Учащиеся высших и среднеспециальных учебных заведений получили возможность поближе познакомиться с работой полиции. Мероприятия, приуроченные ко дню российского студенчества, проходят на территории области в рамках акции «Студенческий десант». Одними из первых к акции «Студенческий десант» присоединились полицейские Благовещенска. Они встретились со старшеклассниками профильных классов лицея номер 11. В мероприятии приняли участие сотрудники госавтоинспекции, патрульно-постовой службы, сотрудники отдела кадров. Особый интерес у школьников вызвали вопросы поступления на службу в органы внутренних дел, а также высшие учебные заведения МВД. Также во время мероприятия юные мурчане смогли познакомиться со специальными средствами и средствами индивидуальной защиты, используемыми сотрудниками полиции во время несения службы. Как оказалось, некоторым ребятам данная встреча помогла определиться с будущей профессией. К нам приходили на урок сотрудники полиции, рассказывали о своей деятельности, вели с нами очень информативную беседу. Я для себя узнал очень много нового, и у меня стоял выбор между ДВОК и МВД, и теперь принял решение, что хочу в МВД путь, потому что очень интересная профессия. В Амурской области завершилась ежегодная профилактическая акция «Полицейский Дед Мороз». Сотрудники полиции поздравились с новогодними праздниками юных амурчан, подарили им подарки и напомнили о соблюдении правил безопасности. В рамках ежегодной акции профилактической направленности «Полицейский Дед Мороз» полицейские со всех городов и районов области, примеряя на себя роль главного новогоднего волшебника, создавали праздничную атмосферу и поздравляли амурчан. Пусть 2021 год станет для вас настоящей сказкой. Стражи правопорядка провели познавательные викторины и игры в образовательных учреждениях, навестили семьи, состоящие на учете в ПДН, напомнили ребятам о соблюдении основных правил поведения и, конечно же, подарили новогодние подарки. Поздравили сотрудники органов внутренних дел и воспитанников своих подшефных учреждений. Мы с нашими шефами пришли за подарками для детей. В этом году в связи с эпидемиологической ситуацией встретиться с детьми лично полицейским не удалось. Поэтому с пожеланиями всего самого доброго и хорошего в новом году они передавали подарки детям через воспитателей. Ну вот мы и прибыли. Большое вам спасибо. Это не все. Юные амурчане, в свою очередь, записывали видеообращения, в которых благодарили сотрудников полиции за подарки. Спасибо сотрудникам МВД за подарки. С Новым Годом! Не оставили без внимания полицейские и участников дорожного движения, напомнив им о соблюдении ПДД и вручив профилактические листовки с сувенирами. А начальник УМВД России по Зату Циолковский Максим Середа исполнил желание школьника Кирилла, участвовавшего в елке желаний, организованной администрацией города. Дорогой дедушка Мороз, мне нравится, как дети катаются на коньках. Я мечтаю сам научиться кататься. Подари мне, пожалуйста, коньки, я обещаю хорошо учиться. Говорится в письме, который снял с елки Максим Александрович. Накануне Нового года в гости к Кириллу пришел полицейский дед Мороз. Мальчик был очень рад необычному гостю и долгожданному подарку. Крепкого здоровья, счастья, успехов, улыбок и много-много радости. 15 января, подарив амурчанам позитивные эмоции и подарки, полицейский дед Мороз ровно на один год покинул при Амуре, завершив свой новогодний марафон. На сегодня это все. Напомним, что о работе амурской полиции, вакансиях, профилактической информации, в контактах подразделений вы можете узнать на официальном сайте ОМВД России по Амурской области, а также в наших официальных аккаунтах в социальных сетях. Берегите себя и своих близких. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok